Дома-2 Кстати, причиной ухода стал конфликт с организаторами из-за того, что они ввели новые правила на площадке Дом-2. Ограничили пользование соцсетями, понизили зарплату и процент от рекламы. Проект должны были покинуть две пары – Костя с Сашей и Андрей Чуев с Мариной Африкантовой. Но в самый последний момент Марина отказалась уходить, и Чуев ушел один. Вот что Андрей сказал в видеообращении к своим подписчикам. Друзья, это что-то с чем-то. Мы сегодня ушли с проекта, я мечтал, что у нас будет свадьба, а Марина осталась на проекте, и это не шутки. Саша Артемова едет отмечать свой день рождения в Грецию. Отправляюсь я на днях в Грецию. Женя решил подарок мне сделать – отметить мое день рождения в Афинах. Жду поздравления и подарочки. Ольга Бузова выступила в столичном крокус-сити-холле. Она стала гостем премии «Звуковая дорожка». Это был ее дебют в качестве певицы в этом зале. Журналисты обратили внимание на забинтованную правую руку Бузовой. На этот раз ее подвел дорогой золотой браслет. Во время пения она сделала неловкое движение рукой и зацепилась застежкой браслета за одежду. И гвоздик в застежке порезал ей руку. Рана была очень глубокая, шла кровь и пришлось вызвать скорую помощь. «Когда же закончится испытание судьбой?» – говорит Бузова. «Когда же сцена примет меня? Я все равно от нее не отступлюсь». Ольга Ветер продолжает украшать свое тело татуировками. Многим ее подписчикам это не нравится. Они отмечают, что это становится похоже на настоящее помешательство. Ксения Бородина высказала свое мнение по поводу появления на проекте Дианы Шурыгиной. «Я думаю, она ненормальная», – сказала Бородина. «Девочка, которая таким образом пиарится на всю страну, это просто отвратительно». Напомним, что Диана обвинила студента престижного вуза в Ульяновске в изнасиловании на тусовке по поводу дня рождения их общего друга. Диана после этого получила невероятную популярность. Антон Шоки порадовал Вику Комиссарову шикарным букетом из 101 синей розы. «Это знак моей любви к тебе, детка. Я тебя очень сильно люблю. Прости меня, дурака. Я просто очень ревнивый». Как вы помните, у Леши Самсонова и его жены Юли родился сын. Алексей рассказал, что они назвали малыша Мирон. Бывший участник Дома-2 Сергей Сичкар дал первое интервью после ареста. Его освободили частично. Сейчас он живет в исправительном учреждении открытого типа. Это что-то вроде общежития. Он может уходить, работать, но ночевать должен здесь. И условия получше. Можно послушать музыку, почитать книжку, даже есть спортзал. Он пытается устроиться работать инструктором в фитнес-центр. Сергей благодарен маме и сестре за поддержку, а также бывшей девушке Саше Скородумовой. Она была с ним рядом в суде, а также поддерживает связь с его родственниками. Сичкар задумывается о создании своей семьи. После того, конечно же, как встанет на ноги и устроится на работу. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Дома-2 на канале ТНТ. Ссылки ищите в описании к видео. Ссылки ищите в описании к видео. Ссылки ищите в описании к видео.